Всем привет, друзья! С вами Джонни и это шестая серия Пути Мажора на Аризона РП. Начинается наша серия с того, что на балансе 65 миллионов, в инвентаре чуть больше 2000 азекоинов. Ну и прямо сейчас снимаем с основного счета 7 миллионов 800 тысяч. Дожидаемся Payday'а и закидываю 10 лямов на депозитный счет. Депозит мы будем постепенно пополнять, ибо 200 лямов у меня на руках пока что нет, поэтому все деньги сразу закидывать на депозит тоже не варик. Отправляемся к моему спейсфлайту, сдаем его на целых 2 часа и лутаем с этого плюс 2 миллиона. Спустя еще 2 часа снова сдаю самолет в аренду на этот раз, на 1 час и лутаем еще один лямчик. Если кто вдруг забыл, вот список целей на этот путь. Вторым по счету это идет Тесла Сэмми, но чтобы вы понимали, я ни разу на ней не катался, поэтому думаю лучшее время это прямо сейчас ее опробовать. Ибо кто знает, вдруг она мне вообще не понравится, и я зря ставил себе такую цель. Нашел я в общем-то в аренду такую фуру за миллион 300 час. Возьму я пока что всего лишь на 1 час, ибо нет смысла работать более 4 часов, чтобы получить скидку. Кто знает, вдруг вообще мне она не зайдет. Вот, оплачиваем миллион 300 за час, и сейчас посмотрим, сколько же можно нынче нафармить на работе дальнобойщика. Последний раз работал я здесь, может, год назад. В инвентаре у фуры есть Твин Турбо 2, также видим некоторые визуальные модификации и дополнительный баг. Ну и по управляемости, что могу сказать? Управляется она не прямо уж так, как я думал, но зато скорость хорошая. Разгоняется тоже очень быстро, и что плюс у этой фуры, у нее сразу идет собственный ковш. В общем, пока что она мне заходит. На балансе сейчас 64 миллиона, и у нас целый час впереди, чтобы проверить, сколько можно нафармить на этой фуре. Самая ближайшая точка загрузки, это, конечно, дальнобойщики СФ, поэтому отправился в первую очередь туда. Выходим из фуры, заходим внутрь и начинаем работу на личном грузовике. Из предлагаемых грузов, конечно же, выбираем материалы, ибо за них мы получаем гораздо больше, нежели чем за продукты. Цепляем наш прицеп и отправляемся в путь. И первый же нюанс, который я заметил, так это вот то, что эта фура сама переворачивается. Хотел я ее заправить, так как у меня было 16 литров. И тут замечаю следующее. Оказывается, это у нас электромобиль, и заправляется он совершенно в других местах, нежели чем на обычной заправке. Отвез я первый груз, к сожалению, никакого ларца-дальнобойщика я не получил. Но зато мы залутали почти что 650 тысяч. Это со всеми улучшениями Фомы. Ну а также из-за того, что я работаю в страховой компании. Сразу после этого я отправился рядом с казино, где есть такая станция зарядки электромобилей. И на самом деле, впервые пользуясь этой системой на Аризоне, поначалу даже не понимал, как правильно ее заправить. Нажимаем на эту кнопочку фри, ну а после чего нужно подождать пару минут. Также мы получили предмет уровень батл пасс за то, что выполнили какое-то задание. Но, как вы знаете, этот батл пасс я больше не прохожу. И теперь у фуры целых 260% энергии, даже не знаю, как это называть. Отправляемся на дальнобойщики ЛВ. Ну и только посмотрите, здесь уже Тесла Сэмми сдается за 900 тысяч час. И если бы она была здесь, когда я проверял все эти места для аренды, то естественно взял бы ее. Но да ладно, загружаемся снова материалами для оружий. Выпадает мне не самый лучший маршрут, ибо нам нужно снова вернуться в СФ. Обязательно проходим взвешивание, ибо без этого мы получим гораздо меньше. Чтобы вы понимали, если не взвесится, то мы получаем за доставку 202 тысячи. За работу в рабочее время из СТК мы получаем плюс 32 тысячи, но и благодаря улучшениям 323 тысячи. Короче, около 500 тысяч. Это если мы не будем проходить тот самый контроль веса. Ну а если все же вы подождете 20 секунд, то по итогу получим на 20% больше. Это соответственно 202 тысячи. За доставку 40 тысяч. Бонус за работу в рабочее время, ну и 404 тысяч. Бонус от Фомы. Ну и также на этот раз нам выпал ларец дальнобойщика, который нынче стоит примерно 350-450 тысяч. Снова отправляемся на ДБЛВ. На этот раз у нас уже произошел пейдей, поэтому можно взять цистерну с топливом. Попадается нам самый краткий маршрут. Снова лутаем 647 тысяч, и снова нам падает ларец дальнобойщика. Делаем следующий рейс такой же, ибо снова попадается самый краткий маршрут. И снова выбиваем еще один ларец дальнобойщика. Ну а на балансе тем временем уже почти 68 миллионов. Третий раз подряд попадается самый краткий маршрут, но без ларца. Ну и что могу сказать, работа в принципе на такой фуре очень приятная. Конечно я рассматриваю покупку данной фуры не для того, чтобы работать дальнобойщиком, а чтобы сдавать ее в аренду. Но даже так, первые деньги заработать дальнобойщиком на этой фуре будет одно удовольствие. Не знаю какой по счету это был рейс, но по дороге на ДБСФ меня крашнуло. Поэтому мне пришлось перезайти, снова добраться до места, где я взял в аренду эту фуру. Ну и чтобы понимали, по времени аренды у меня оставалась где-то минута, поэтому я не успел довезти еще один груз. Но что могу сказать, за час работы мы заработали чистыми вертами 4 миллиона 400 тысяч. И плюс, если продать ларцы по 400 тысяч, выходит 5 миллионов 600. В целом довольно неплохо, но нужно учитывать, что я успел сделать не так много рейсов, ибо потерял некоторое время на заправку фуры, но и плюс меня крашнуло. Далее я отправился на автосалон эконом-класса для того, чтобы прикупить себе обычненький автомобиль, пусть это будет вот этот вот Сентинель за 680 тысяч. Покупаю я его для того, чтобы в дальнейшем заработать. Кто смотрел путь до Бугатти, те знают, что в том пути я очень частенько занимался ловлей деталей тюнинга. Последний раз это было именно в том пути, ибо после этого на ловлю тюнинга я больше не ходил. Для начала нужно подготовиться, поэтому машина у нас есть. Далее для того, чтобы ее припарковать около ловли тюнинга, нужно получить на нее номера. Отправился я в ПД, но там не было ни одного сотрудника. Поэтому едем на центральный рынок, находим лавку, где продаются самые дешевые номера. Покупаем вот этот вот за 10 тысяч, устанавливаем на нашу машину и отправляемся в ЛВ. Ну и когда мне оставалось буквально 500 метров, какой-то гелик на ковше сбивает меня, и я взрываюсь. По итогу, с трудом, но я добрался до нужного мне места. Паркуем здесь нашу машину, ну и наверное уже в следующей серии посмотрим, сколько нынче можно заработать на ловле тюнинга. Также друзья, вот они 5 победителей из прошлой серии, отпишите мне во ВКонтакте, чтобы забрать ваши призы. Сегодня разыграем по лайту 1000 азекоинов, условия простые, нужно просто подписаться на канал, поставить лайк и в комментариях написать свой никнейм, ну а также сервер, на котором вы играете.